всем привет добрый вечер всем кто меня не знает мое имя максим позняков я основатель проекта крипто кластер очень рада вас видеть сегодня я надеюсь что мы вместе с вами сегодня очень весело проведем время узнаем для себя много полезного поедим вкусных маффинов которые любезно организовал нам нам ну всем приятного вечера добро пожаловать будем рады видеть вас в гостях снова что я передаю тогда слова на ему спасибо максим большая что пригласили нас провести сегодня этот метап это третий метап в украине команды н.м. и я уверен что это место крипто кластера со временем займет свое место в инфраструктуре блокчейн блокчейн инфраструктуре украины меня зовут антон я представитель нем фаундейшн в украине и скажите хотел спросить кто сегодня пришел сюда для того чтобы узнать что-то о цене какая будет цена продавать покупать когда это делать какие-нибудь инсайды есть поднимите руки ну то есть пять человек да все остальные за технологии до пришли то есть узнать ну хорошо если за технологии это отлично потому что мы сегодня разговаривать именно от технологии сегодняшний метап будет иметь экспериментальный характер мы его построили основываясь на двух предыдущих метапах и того фидбука который мы получили в первой части я расскажу вообще что такое нем об основных моментах технологических особенностях модулях проектах катапульт немножко пройдусь во второй части женя который представитель нем в киеве расскажет о юз кейсах потому что на более часто спрашивают ну это вы рассказали хорошо как действительно можно применить блокчейн какие есть проекты как я могу к своему бизнесу прикрутить ваш блокчейн об этом мы расскажем также вы более подробно узнаете о катапульт и таком проекте как proxima x в третьей части мы в онлайн режиме покажем вам все функции пройдемся по всем функциям на на валют мы создадим криптовалюту токен буквально за 2 за 3 минуты покажем как работает сервис апостель это наторизационное заверение на блокчейне потом мы сделаем очень интересный r drop наших токенов который будет проходить в виде опроса вам для того чтобы поучаствовать в нем необходимо загрузить мобильный кошелек на на валют для того чтобы иметь адрес и также приложение telegram нужно вам будет предложено ответить на несколько вопросов отправить правильный ответ боту и вы увидите что в течение насколько быстрый блокчейн насколько быстрые переводы в течение нескольких секунд у вас уже будет ваша скажем так награда вознаграждение за это тут все я думаю взрослые в плане блокчейна и все понимают что это за технология но всякий случай несколько основных моментов чтобы чтобы мы все понимали о чем мы говорим технология блокчейн это о доверии об отсутствии посредников от демократизации данных это новая парадигма передачи ценности интернет 3.0 и так далее все это надеюсь понимаю да не нужно повторяться на каждой конференции вы можете слушать просто тонны этой информации но тем не менее это так это важно знать что это не только bitcoin это не только биржи и скачки цен с чего же начался нам начался вот с этого сообщения на bitcoin talk пользователи с ником utopian future написал сообщение в котором призвал всех желающих объединиться для того чтобы создать новый блокчейн который будет себя убирать все преимущества существующих на тот момент блокчейнов а также уберет все недостатки этих блокчейнов он мыслил таким мнением что это должно стать новым экономическим новым экономическим движением которые измерят изменит мировую экономику это кстати первый вариант логотипа к нему очень быстро начали присоединяться последователи которые точно также мыслили как он все идеи анемию самом начале были альтруистическими такими филантропическими помощь всему миру один из разработчиков написал вот эту одну из известных его фраз также он предложил второй вариант логотипа который уже сейчас усовершенствованный существует 21 21 января четырнадцатого года было первое сообщение на форуме о том чтобы создать нем и уже 17 февраля был закончен на краудфандинг многие считают что он появился в результате асё это не совсем так были созданы google google таблицы и в этих таблицах каждый желающий мог зайти и заполнить свои данные свои свою фамилию я вот хочу получить долю всего первоначально планировалось выпустить 4 миллиарда токенов из которых 25 процентов оставалось фонд разработчиков а 75 процентов то есть три миллиарда были должны были распределены по одному миллиону среди всех желающих чтобы получить свою долю ты должен был зайти в этот файл написать свои данные первые там 20 30 100 человек получали свои доли бесплатно дальше была совершенно небольшая комиссия также ты мог получить свою долю участвуя в развитии проекта написать статью сделать видео еще каким-то образом всего наконец краудфандинга была собрана 60 тысяч долларов то есть весь проект который сейчас стоит миллиарды начинался 60 тысяч долларов как я сказал сначала планировали сделать четыре миллиарда но в конечном итоге сейчас мы имеем 9 миллиардов почему так один из разработчиков увидел четкую зависимость корреляцию между количеством монет в обороте выпущенных и монетизации капитализации самого проекта но все мы знаем да что психологически как бы намного приятнее владеть там 100 тысяч монет а чем 0 0 0 0 какого-то бинткоина я даже знаю таких инвесторов которые выбирают монет его 10 долларов 10 тысяч монет всего беру это тоже дешево беру да я смотрю тут у некоторых улыбки да наверно себя устали в этом покупаю ну вот и решили были такие разговоры сколько же несколько может быть миллиардов десятки миллиардов или триллионы монет выпустить сколько же все-таки сделать конечном итоге вся дискуссия закончилась на том что технологический язык на котором написано на яви ограничивать 9 миллиардами эти монеты но тем не менее мы сейчас имеем 9 миллиардов без одной монеты кстати в кармане а вот она да вот эта монета которая не хватает и кто первый скажет почему убрали одну монету я подарю этому человеку те кто уже был на наших ивентах и знает ответ не считается нет ну да как супермаркете но из-за этого первоначально 9 потом решили убрать одну монету почему нет генезис блоки у нас все монеты выпущены сразу в генезис блоки вот это количество которое вы видите на экране нет рядом развивайте развивайте правильно давайте хорошо хорошо держите вы были про цифры 1 поэтому это монетка ваша на самом деле 8 в азии очень особенное число до которая символизирует бесконечность и так далее удачу для того чтобы вначале было восьмерка да они просто убрали одну монету вот когда так да 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 уже когда там в июне был запуск альфа версии была выпущена вскоре в октябре об эта версия потому что первоначально задумалась как форк такой монеты как nxt но очень быстро нас собиралась такое количество девелоперских ресурсов что не решили зачем нам что-то форкать мы просто напишем в свою с нуля полностью напишем с нуля блокчейн 31 марта вот совсем недавно нам исполнилось три года потому что была выпущена первая стабильная версия которая считается как бы началом проекта в 2016 году был основанным foundation как логическое развитие даже сейчас существует много проектов которые себя никак юридически не обозначены в нами поняли что так не может быть и создали со штаб-квартира в сингапуре нас часто путают с японии нет не япония в сингапуре штаб-квартира создали некоммерческую организацию то есть нам это официально это некоммерческая организация юридически зарегистрированная в сингапуре которая занимается в общем-то развитием самого блокчейна следующим этапом стало основание образовательного блокчейн хаба в малайзии который сейчас работает в приватном режиме но вскоре он будет открыт абсолютно для всех там исследовательский центр школа разработчиков и так далее ну и следующим значимым значимым этапом в развитии нем это запуск анонс катапульт которые ждали шестнадцатого года эта версия 2.0 полностью мы кстати единственный блокчейн среди всех проектов которые два раза написан полностью с нуля первый раз на яве второй раз написан на си плюс плюс что же сейчас такой нам прежде всего это не просто блокчейн это блокчейн платформа умных активов и готовых решений из коробки это один из лидеров криптоиндустрии проект которым действительно мнимая настоящая децентрализация поскольку как я вам рассказал первоначально среди всех практически бесплатно были распределены эти доли также все решения все ключевые решения принимаются не единолично кем-то участвуют нет права голоса это основные разработчики это кабинет кабинет правления да при фонде а также комьюнити то есть все эти три части все принимают участие в жизни проекта в каких-то ключевых решениях по его развитию у нас очень быстрый блокчейн безопасный и очень легко масштабируется наш блокчейн может выдерживать вы знаете в биткоине есть атака 51 процента есть тесты атака 90 процентов если 90 процентов всех нот являются злономеренными все равно блокчейн работает да он откидывает некоторые транзакции но тем не менее те которые эффективные транзакции он не пропускает чуть позже расскажу почему так как этого добились уникальный функционал есть у нас готовые блоки о которых я вас расскажу и все эти блоки можно использовать для решений бизнесе строить бизнес логики то есть есть мессенджинг есть нотариальное заверение есть мульти подписи есть голосование такого функционала в рамках одной блокчейн платформы не предлагает никто на настоящий день и когда будет записан запущена катапульт мы идем вперед еще на несколько лет прежде всего это платформа которая ориентирована на бизнес у нас есть еще приватный блокчейн называется он миджин который есть в японии на котором протестировано больше 300 компаний ни одного блокчейна нету такой истории такого такого proof of concept количество в мировом масштабе также блокчейн миджин можно по праву назвать государственным блокчейном вообще в японии мы также являемся второй по популярности криптовалюта в японии если сравнивать вот так вот просто до bitcoin и нем то вот простая картинка чтобы чтобы без слов чтобы для успешного для успешного вообще развития технологии как таковой и что необходимо необходимо дать возможность этой технологии развиваться для того чтобы ее развитие было очень простое и удобно и в нем думали об этом первоначально это блокчейн который сделан разработчиками для разработчиков он максимально удобен и просто даже окончил первый курс в институте вы уже можете придумать какое-то решение на нашем блокчейне у нас продумана такая экосистема что человек который пришел ним за ним будет даже закреплен отдельный наставник если человеку действительно разработчику или системному интегратору это интересно за ним будет закреплен отдельный человек который проведет его по всем этапам нами и за короткое время он сможет разобраться я не знаю насчет других блокчейн но я практически уверен что нигде больше такого нет полностью дружный разработчиком то что я говорил также блокчейн работает на пи что просто элементарно вы можете написать любое приложение на любом языке который вам удобен и соединить его с наш блокчейном система безопасности и консенсуса то о чем я говорил которая дает нам 90 процентов защиты 90 процентов от атак состоит из двух алгоритмов первый из них это и гентраст плюс плюс который работает на уровне мод серверов сети этот алгоритм первоначально был придуман профессорами стэнфордского университета был улучшена и был улучшен на в нами приблизительный смысл и вот таков что все ноды это если так упрощенно все ноды общаются друг с другом и формируют какое-то мнение друг о друге до чем больше за каких-то итераций взаима взаимодействие между нодами тем больше у них лимит доверия если появляется кто-то новый они все друг у друга спрашивают что-то о нем думаешь какой у него очки доверия вот таким вот образом и если кто-то что-то хочет к сделать злономеренную операцию да скажем так он очень быстро вылетает и просто не участвует в операциях следующий алгоритм это правовым ботинс все вы знаете правов бог да которые заключаются в простом перебирании чисел я понимаю что кто-то может со мной спорит но на мой взгляд это не самый эффективный вид алгоритма алгоритм консенсуса все между друг между другом меряются у кого больше вычислительных мощностей до 2 наиболее распространенный алгоритм это профу of proof of stake в котором богатые становятся богаче если у тебя мало монет у тебя нет возможности каким-то образом участвовать в работе сети тоже скажем так не не справедливого алгоритма но мы это исправили сделали алгоритм профу фон потенции это вариация на тему профу of stake там где есть три составляющих первое это количество стыглых до зрелых монет вашем аккаунте что это такое ваши монеты виртуально делятся в аккаунте на зрелые на активные или зрелые и неактивные дезрелые это никак не сказывается на возможности транзакции да но тем не менее учитывается при подсчете вашего ваших очков важности в канал в алгоритме консенсуса профу фон потенци также учитывается партнера ваших транзакциях то есть кем вы делаете транзакции вы не можете создать два пустых аккаунта кину туда монеты и гонять их друг между другом и таким образом рассчитывая на то что вы повысите ваши очки важности нет количество транзакций и размер транзакций это третья составляющая если в целом говорить об этом алгоритме то чем больше вы приносите пользу сети чем больше вы расчета проводите ваших монет чем больше у вас монет на счету тем вы больше получаете очки важности important score так называемый поскольку у нас все монеты выпущены в гиннезис блоки то у нас нет майнинга как такового зато у нас есть харвистинг вот так приблизительно люди которые харвистят выглядят что такое харвистинг сбор урожая это это вы получаете за каждый блок комиссию вы просто собираете комиссию со всей сети которая если вы находите решение блока что нужно чтобы начать харвистить прежде всего вам необходим наш кошелек на на валит имеет на балансе 10 тысяч стыглых зрелых монет и одной кнопочкой запустить делегированный харвистинг подождать 360 блоков 6 часов потому что каждые 6 часов идет пересчет ваших очков и все харвистинг запущен я уже предвкушаю ваш вопрос потому что каждый раз спрашивают а сколько я заработаю если я запущу 10 тысяч монет ну давайте понимать что 10 тысяч монет от общего количества это 0 на 0 сколько-то процентов да и рассчитывать на что-то при таком количестве совершенно я бы не стал небольшая статистика это за прошлый месяц замарь март ну все поняли признал украинская киркесбоке всего было 30 32 тысячи блоков из которых 72 процента были с комиссиями количество транзакций 121 тысяча за месяц количество вот что касаемо в среднем 8 8 с половиной замов за один блок с комиссией если бы у вас было 10 12 тысяч монет и вы запустили харвистинг то вы бы в среднем майнили где-то ну харвестили один блок в месяц и со средней комиссии 8 с половиной за но тем не менее бывают и вот такие ситуации что кто-то выхватил 330 зам за один блок тут уже как повезет если вам кажется мало такого заработка его действительно мало то вы можете стать владельцем суперноды выглядеть приблизительно так почему так сейчас объясню когда мы существует программа стимулирования супернод суперноды это являются главной основой сети поскольку мы работаем на api то необходимо сервер серверная часть которая обслуживает весь блокчейн который все клиенты все все приложи которые написаны через api коннектятся чтобы обеспечивать быструю бесперебойную работу необходимость и система серверов в сети высокопроизводительных для этого существует программа стимулирования этих супер узлов каждый день выделяется с фонда разработчиков 140 тысяч зем и где-то в среднем это 320 монеты получают каждая нода каждый день только за то что она запущена и поддерживает работу в сети этот узел этот сервер должен соответствовать определенным требованиям пропускная способность отклик пинг вычислительная мощность и так далее каждый день идет проверка если этот сервер проходит эту проверку он получает автоматически вознаграждение ну и самое главное наверное что для того чтобы запустить чем вы можете поднять просто узел да а можете ну для того чтобы стать супер узлом и получать вознаграждение вам всего лишь навсего нужно 3 миллиона монет да так для справки кстати если бы вы заходили в начале 2016 года если вот начале 16 года 1 января на тысячу долларов купить взыкнов то и продать их вот у вас такая стратегия вот купила в конце года продал и продал их 31 декабря то ваша тысяча долларов превратилась бы 256 тысяч долларов так что относительно всего 2016 году это были вполне вменяемые деньги да одна из самых крутых наверно фишек которая есть ним это смарт-активы которая состоит из двух частей это name spaces или проститы и пространство эвен и мозаике а собственно активы пространство имен это как и идентификатор как в в интернете добенное имя вы заводите свой аккаунт и ставите свой идентификатор например я вот ставлю крипто кластер завел домовский кошелёк поставили crypto кластеры теперь под crypto кластера они могут выпускать сколько угодно мозаив сколько угодно токенов монеты так Нем, кстати, тоже является мозаикой. Нем — это namespace, а зем наш токен — это мозаика. Вот таким образом они представляются. Нем, нем, зем записываются. Особенности мозаик. Прежде всего, они имеют иерархическую структуру, то есть она не может быть оторвана от доменного имени. Обязательно мозаики могут совпадать по именам, но всегда доменное имя, namespaces, должно отличаться. Этим самым происходит идентификация. Свойства мозаик вы можете редактировать. Это все делается очень просто в кошельке, и Алексей вам сегодня покажет. Таким образом, вы можете создать криптовалюту. В зависимости от этих свойств, которые вы задаете, вы можете выбрать, сколько будет этих мозаик в обороте. Сможет ли быть до выпуска или нельзя. Будут ли они делиться за пятые после нуля или не будет. Сможете ли вы их передавать кому-то между собой или только от имитента к получателю и обратно. И вы можете также поставить, чтобы вы получали, если ваша бизнес-логика предусматривает это, вы можете поставить, чтобы при передаче этих мозаик вы получали комиссию. То есть зарабатывать на этом, если вы каким-то образом ценность добавите своим мозаикам и сделаете так, чтобы они торговались между людьми. Или на бирже, к примеру. Все это вы можете редактировать. В отличие от того же эфира, если вы положили смарт-контракт в блокчейн, все, ничего не сделать. Если допустили ошибку, ну простите. Хакер украл, не украл. В общем, ничего не можете изменить. Это уже все, фейл. Тут все меняется, все редактируется. Опять же, отвечу на вопрос, а как так? Вот я выпустил 500 тысяч монет, а потом взял еще 500 тысяч монет, выпустил. Как это так? Очень просто. Вы в самом начале можете поставить, что выпуск, например, вы выпускаете оси, вы ставите 500 тысяч монет и без возможности дополнительно до выпуска, и тогда все будут уверены в том, что больше не будет выпущено ни одной монеты. Точно так же все транзакции, которые будут в блокчейне, если кто-то решит что-то изменить, они тоже все будут отслеживаться, и каждый моментально это увидит. То есть мошенничать не получится, если это не стопроцентный скам. Для того, чтобы создать вашу криптовалюту или токен, или право собственности, или подтверждение владения, все что угодно вы можете оцифровать, или токенизировать полностью активы предприятия, все эти настройки позволяют вам сделать все, что угодно, перевести в электронный вид, любую вашу идею, любой актив. Это стоит всего лишь 110 за м. 100 для того, чтобы создать пространство имени, и 10 за каждую мозаику. Пересчете на нынешний курс 40 долларов. Кто-нибудь знает, сколько стоит самый простой смарт-контракт на эфире написать? Мне там называли от 1000 долларов. Один биткоин. Один биткоин – 40 долларов. Разница. Извините, а это комиссия за создание? Это комиссия блокчейна, да. Стоимость разработки? Стоимость разработки – это на эфире. У нас вы платите только 110 за м. Все. Ничего не надо разрабатывать. Все в кошельке делается. За несколько кликов. Клик, клик, все. Создается смарт-контракт? Я сюда делаю просто так. Пишут студенты на коленках. Вы можете потом гарантировать его безопасность в дальнейшем? То, что написано на коленках? Мы можем, да. А какие у вас есть прецеденты? В чем? Никаких нету в том-то и дело. Куда ты можешь утешать? Так их нету. Блокчейн существует. Три года ни одного прецедента. Что значит, мы можем утверждать? Их нет. Это не наши проекты. Это проект, есть техбюро, компания партнерская. Это к нам фондэшн не имеет никакого отношения. Это все равно, что к эфиру говорит, что все, что выпущено на эфире, все принадлежит эфиру. Равносильно. Следующая функция – мультиподпись. Тоже делается все в кошельке, все очень просто. Ну, к примеру, у нас есть бизнес, да? Илон, Стивен и Галя, да? И все вместе, одним и тем же бизнесом. Вместе принимают какие-то решения. Как это делать? Ну, вы в несколько кликов устанавливаете соподписантов от этого бизнес-аккаунта, или не бизнес-аккаунта, семейного аккаунта, если вы совместно чем-то распоряжаетесь. Как вам будет удобно. Таких соподписантов можно выбрать до 32 человек у одного аккаунта. Также что можно делать? Вы можете не только сделать 32 соподписанта, вы также можете выставить, какое количество подписей необходимо для того, чтобы произвести транзакцию. То есть, если 10 человек, вы можете выставить там 6, чтобы демократия, да, большим количеством голосов, 6 приняли решение, тогда совершается транзакция. Также вы можете удалить кого-то общим голосованием. Ну, например, вот, Илон и Стивен обиделись на Галю, потому что она не захотела в Тесле лететь, колонизировать Марс, и они удаляют ее из своей компании и берут, вот, кого там берут? И берут, да, 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 большинством голосов это принимаются решения. А если два голоса? Что? Если два голоса? Ну, как вы выставите. Если выставите первоначально, что два голоса, нужно, то только два. Если один из одним, то это по факту получится просто общее владение аккаунтом, и каждый может принимать решение. Если вы выставите, там, например, пять мультиподписей и один из одного. Ну, если каждый умеет, может принимать решение, он может удалить. Да. Следующая, очень простая вещь, я такие, которые есть на блокчейне. Модуль голосования, который позволяет, благодаря тому, что у нас есть такой алгоритм Proof of Impotence, позволяет голосовать только тем, можно выставить. Можно выставить, чтобы все голосовали, можно выставить таким образом, чтобы в голосовании участвовали только те, скажем так, аккаунты, которые имеют вес. То есть, ты не можешь просто каким-то образом влиять на голосование, зарегистрировав сотни каких-то аккаунтов и принимая решение. Нет, ты должен участвовать в работе сети и своей важностью голосовать за какие-то решения. Мессенджер, вы можете отправить друг другу сообщение абсолютно без мозаик, то есть, не обязательно себя что-то друг другу передавать, просто можете написать сообщение. Это сообщение может быть как открытого типа, которое видно в блокчейне, зашифрованное, только будет отправителю-получателю, точно так же в хекс-кодировке, циферно-буквенной. Ну как, тут относительно, у нас вообще все комиссии копейки, если перешли на гривну, там полторы копейки, 005 зем, 01 зем, ну это вообще очень копеечные. Если вообще говорить о комиссиях, то сейчас, если говорить о комиссиях, то мы установили такие правила для того, чтобы было комфортно работать бизнесу, чтобы бизнес всегда понимать, сколько будет транзакции, она никогда не будет дороже, чем полцента. Она может быть дешевле, но никогда не будет. Это мы говорим о стандартной транзакции, стандартной пересылке денег без сообщения. И она всегда будет равняться не дороже, чем полцента. Так же и с другими транзакциями. Это удобно, потому что очень часто спрашивают, ну вот возьмем мы ваш публичный блокчейн, а если там цена взлетит? Нет, не взлетит, все это регулируется такими мини-форками, скажем так. Да? Сообщения не тоже раздуваются вообще мучения? Да? Нет, это все там. Раздувается? Ну, не особо раздувается. 140 гигабайт у нас за три года. А как если мы еще общаться, мы будем с ней делать? Ну, я не знаю. Пока не возникало с этим проблем. Да. Дело в том, что этих узлов до сотни, да, этих больших узлов? Больших узлов 600. Понятно, но вы не имеете полную ноду сюда на какие-то дачи. Следующая штука. Апостель. Первый в мире некоммерческий сервис нотариального заявления на блокчейне. Фух, выговорил, думал, не выговорил. Долго. Тоже все, 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 все просто, как и все остальное в нейме. Вы можете взять любой файл, будь это фильм, текстовый файл какой-то и положить его в блокчейн. И тем самым вы фиксируете не только временную метку о том, что этот файл действительно существовал в какой-то момент времени. Вы также хешируете этот файл и подписываете его вашим приватным ключом, тем самым фиксируя право собственности. Это тот же самый нотариус, который есть сейчас, который можно заменить на блокчейн. И все абсолютно функции, которые есть у обычного нотариуса, можно реализовать здесь и очень просто. Вы можете подсоединить к этому мультиподписной аккаунт. Например, если вы заверили какое-то право собственности на квартиру, квартира принадлежит нескольким людям. Пожалуйста, вы ставите, чтобы несколько человек, несколько аккаунтов владели этим. Вы можете вместе передавать, принимать решения. Все, что угодно может сделать. Все, что есть в реальной жизни, спрашивают, а как это сделать на вашем блокчейне? Разве это можно сделать? Конечно, можно. вот эти все блоки, о которых я вам рассказал, не все элементарные, подходят для большинства бизнес-логик, которые сейчас существуют, если не усложнять ничего. работаем, и в течение полугода у нас будет решение такое, что мы можем сказать, что действительно эта штука работает. Сейчас это больше на доверие. Например, сейчас тоже отвечу на ваш, вы договорились с молодым человеком о чем-то, грубо говоря, не будем говорить предмет и заполнили это в текстовый файл и положили его в блокчейн. Вы верите в блокчейн, он верит в блокчейн, все верят в блокчейн. И между этими людьми вы сможете всегда доказать, что да, действительно, между нами была договоренность в этот момент времени. Вот еще один простой пример, как мне рассказывали, человек поделился, использовал. Он пошел с идеей к инвестору. Говорит, я боялся, что у меня украдут эту идею. Чтобы этого не было, я написал, расписал свою концепцию и положил в блокчейн. Вы тоже увидите, как это делается, сам файл не кладется в блокчейн, вы получаете сертификат и потом можете этим файлом провести аудит и получить результат, что это именно этот файл, и если хотя бы что-то там будет изменено, он уже не пройдет аудит. В общем, так и случилось, как он подозревал, что его идею начали воплощать в жизнь и в общем-то поднялся такой шум и благодаря тому, что он в апостеле заверил, он смог доказать, что это действительно его идея и он был первым, и он с этой идеей пришел. Вот, где-то так. И таких можно примеров, я думаю, придумать с десяток. Катапульт. Штука вообще волшебная, мне взорвало голову, когда я только не узнал. Женя расскажет вам в подробностях, какие элементы, какие основные нововведения здесь. На мой взгляд, вот о чем я вам расскажу, это наличие здесь пуши полтранзакций. Сейчас в крипте мы все пушим, мы все кому-то передаем, отправляем, передаем. Бизнес так не работает. В бизнесе есть счета, есть требования, в бизнесе есть полтранзакции, то есть что-то затребовать. Тут вы можете это реализовать. вы можете не только делать пуши полутранзакции, вы можете реализовать эти транзакции между любыми сторонами. То есть вы можете инициировать транзакцию между какими-то двумя сторонами, еще дополнительно запрограммировав ее под смарт-контракт при выполнении определенных условий. Это все сделать в несколько кликов. Где-то так. Более подробно вам расскажет Женя. следующая штука это вообще сейчас будет минутка паранойи от меня. Я думал говорить, не говорить, но решил говорить. Что такое Proxim Max? Кто-нибудь слышал, что президент Лонг ушел своего поста президент NEM Foundation? Почему он ушел? Это его детище. Он ушел развивать. Проект не конкурирует с NEMO. Это продолжение NEMO. Он полностью построен на NEMO. В своем ядре будет иметь катапульту в качестве основы. Это XPX токен Proxima Max Proxima X. Правильное произношение. Это мозаика NEMO. То есть все транзакции, которые будут происходить здесь, они также будут оплачиваться в NEMO. То есть это развитие NEMO. Это следующий уровень NEMO. В чем же фишка основная? Я могу позже рассказать. Да. Рассказывать про паранойю. Да, сейчас расскажу про паранойю в двух словах. В общем, эта штука умеет хранить децентрализованную информацию. Причем я знаю, есть проекты, вы сейчас мне там скажете, Seacoin, Storch, да, что там еще есть, которые хранят Filecoin, но у них нет NEMO. Это просто хранение. Это же штука, это блокчейн и плюс супер хранилище. Тут может быть все. Тут могут быть компании, которые будут сами работать. Тут могут быть децентрализованные приложения, которые сами работают без вашего участия. Я уверен, что будущее за вот такими блокчейнами, чтобы там, где решается вопрос хранения информации, потому что информация хранится централизованно. И если блокчейн это безопасная среда, то хранение информации централизованно небезопасно. плюс это открывает возможности для полностью автономного функционирования сети. Я уверен, что в будущем государства тоже самое будут функционировать полностью. Все государство будет функционировать в блокчейнах. Причем каждый гражданин будет иметь свой компьютер, свою ноду и этим участвовать в работе этого блокчейна. Информация будет храниться везде, никто не будет знать где. И если к этой штуке, когда она разовьется, прикрутить искусственный интеллект, я уверен, у человечества будет два варианта. Нет, только два варианта. Первый это технологический скачок в развитии бессмертия, лекарства всех болезней, колонизация планеты или судный день, терминатор. Потому что мы не сможем этим управлять никак, оно само по себе. И для того, чтобы этот ключ отключить, нужно будет отключить каждый компьютер. Ну да, теперь думайте, живите, как и я с этим. что-то я наверно нажал, да? Опа! Сейчас немножко. Там уже конец. Хватит, хватит, да? Это он мне говорит оттуда, да? компьютер, сто процентов. Чего-то лишнее ляпнул. Вот. Главная фишка, на мой взгляд, в общем-то, как и в любой компании, тут есть бизнесмены, я уверен, они меня поддержат, что это люди. Это команда, это люди, которые создают проект. В нами абсолютно сумасшедшая комьюнити. Когда я вообще пытался попасть в крипту, я писал, куда только угодно, возьмите меня, вот хочу такой весь классный. И, наверное, был одним из первых, кто мне ответил. И, действительно, сейчас это очень открытая комьюнити, каждый может увидеть, как во всех чатах общаются все члены правления нашего фонда. Вы можете Илона, Иджефа, и кого угодно там выцепить, написать им напрямую и получить ответ. Это очень открытое сообщество. У нас представительство в 48 стран, и вот такие встречи, как сейчас по десяткам в месяц проводятся, около ста. Куча конференций, куча сотрудничеств, куча коллабораций. Не знаю, у кого сколько, но я готов с вами посоревноваться. Я вот даже считал, сбился, когда уже на второй сотне количество групп в Телеграме, да, со всякими проектами. И я не так давно в крипте, и реально их очень много, и во всех я общаюсь. есть у нас основные чаты в Телеграме, это NEMRED, общий чат, куда вы можете написать флудилка, скажем так, helpdesk, по всем вопросам, по помощи тоже можно сюда обращаться, и NEMBERIA для тех, кто трейдит. Что я хотел сказать в конце. NEM это не просто проект, NEM это прежде всего это экосистема. Огромное количество проектов, компаний, людей завязано в этом, и они не существуют отдельно друг от друга. Между ними всеми есть взаимосвязь, все очень открыты, все понимают, что мы не конкуренты, мы должны сотрудничать, мы должны вместе прикладывать усилия, мы должны создавать синергию для того, чтобы двигать блокчейн дальше. И вот все взаимоотношения, весь опыт, вся двухсторонняя коммуникация, которая есть между этими партнерами, вот это вместе и есть проект NEM. Все, сейчас можем немножко познакомиться, пообщаться, выпить чай, кофе. тоже. Международные